На трибунах стадиона текстильщик еще не до конца растаял снег, а на поле уже кипят футбольные страсти. Соперником нашего клуба в первом после зимнего перерыва матча стала подмосковная команда «Знамя труда». С первых минут стало ясно, несмотря на то, что соперник находится внизу турнирной таблицы первенства, легкой игра для текстильщика не будет. Несмотря на то, что основная борьба шла преимущественно у ворот гостей, атаки наших футболистов отражала защита Орехово-Зуевцев. В первом тайме многочисленные зрители, пришедшие поддержать текстильщик, голов не увидели. Лишь на 60-й минуте мяч оказался в воротах гостей. Этот гол оказался решающим. Сравнять счет, как не пытались, гости не смогли. Итог встречи 1-0 в пользу хозяев поля. Игра была интересная. Конечно же, команды решают разные задачи. Текстильщика задачи выхода в первую лигу. У нас все-таки в «Знаме труда» сейчас идет становление командой. Тем, как мы оборонялись, я доволен. Как переходили из обороны в атаку, здесь над этим нам нужно работать. Главный тренер текстильщика Дмитрий Парфенов на эмоции скуп. Но игрой подопечных остался более чем доволен. Не просто играть с командой, которая 10 человек держит возле своей штрафной. И то, что ребята не свалились на авантюрную игру, то, что создавали моменты. Да, не было реализации, но, опять же, команда тоже готовится, я имею в виду соперников. Тоже приезжает с какой-то ответственностью, с задачами. Это наша проблема, мы ее будем решать. Хорошо, что забили мяч, он очень нужен был. По итогам игры наша команда сохраняет третье место в турнирной таблице. Следующий матч «Текстильщик» снова проведет дома. 23 апреля на своем поле он примет Питер из северной столицы. И, конечно же, нашей команде никак не обойтись без поддержки ее болельщиков. «Текстильщик! Текстильщик! 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 Текстильщик!» Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.